Ну вот Рахманинов это абсолютная такая кульминация в истории колокольности в русской музыке, вообще в мировой музыке. Он родился недалеко от Новгорода, и детство его прошло с бабушкой, которая ходила в тот самый Софийский собор. Он вспоминал, точнее его родственник вспоминал, что был у бабушки любимый звонарь по имени Егорка, которого она приглашала домой, поила чаем, и Рахманинов слушал его рассказы, слушал его звоны и так далее. И вот услышал он там четыре ноты, средних, очевидно, колоколов, потому что на больших колоколах нельзя было вызванивать по певке, просто невозможно, на средних и малых можно. И вот такие вот четыре ноты он услышал. И они ему запали в память на всю жизнь, и он прямо на их основе написал пьесу «Слезы». в той же самой фортепианной суете. И я когда работал, так случилось, что я учился звону именно на этой звонице, в этом храме. Просто город маленький, мало где звонили. И я все думал, где же эти четыре колокола, как же их найти и так далее. А история, связанная с войной, вы ее частично уже услышали. Было две баржи с колоколами. Советские власти, несмотря на то, что они уничтожили 99, наверное, процентов колоколов после революции, их было не меньше миллиона в стране, и осталось, в общем, крохи остались. Тем не менее, они понимали в данном случае огромную ценность новгородских колоколов. Они решили потратить деньги на то, чтобы их вывезти и спасти от фашистов. И вот одну баржу подбили, и колокола затонули, их закопали в землю, спрятали. И сейчас вот они стояли последние все десятилетия под звонницей. При этом, когда доставали самый большой колокол, доставали его с помощью танка, дулом танка, и колокол не выдержал. Колокол не выдержал, у него отломилась вся верхняя часть, маточник так называемый. Так что он такой коллегой остался. Маленькие и средние колокола вывезли на второй барже, которую никто не подбил, к счастью. И они хранились долгое время в одном из северных монастырей. И вот совсем недавно их удалось вернуть в Новгород, частично, по-моему. И мой коллега, который там работает, говорит, что он нашел эти четыре ноты и услышал их. Собственно, если бы не Рахманинов, мы никогда бы не узнали никаких записей, естественно, нет дореволюционных. Никто не знает, как тогда звонили в Новгороде. Есть какие-то свидетельства, но самое яркое из них, самое важное и ценное, как раз оставил Рахманинов своей музыкой. Вот сейчас мы можем точно сказать, что это те самые колокола. Рахманиновая музыка Продолжение следует...